в нашем мире есть места которые выглядят так словно это другая планета китай не исключение в частности из-за своеобразной местной кухни где еще вы сможете выпить змеиное вино или попробовать суп из птичьих гнезд но не спешите пугаться менее экстравагантные блюда в поднебесной тоже есть дядзи местные пельмени овощной диссан сян и разные виды китайской лапши в этом выпуске мы разберем 8 традиционных блюд и напитков китайской кухне взял дзи это разновидность китайских клеток или пельмени которые чаще всего едят во время празднования китайского нового года их готовят путем заворачивания начинки и обычно приготовленные из мясного фарша и овощей в тонкую оболочку из теста чем-то они могут напоминать наши привычные пельмени клетки можно отварить приготовить на пару или обжарить на сковороде часто их подают соусом для макания существует несколько легенд и истории о происхождении дзяо дзи но наиболее общепринятой является то согласно которой они были изобретены во время династии хань 2006 году до нашей эры в китае как способ употребления остатков мяса и овощей перед лунным новым годом их традиционно готовили ели в канун нового года и считалось что они приносят удачу и процветание в наступающем году позже дзио дзи стали популярны во многих других странах восточной азии и за ее пределами и вариации этого блюда можно найти в самых разных кухнях по всему миру 2 из легенд возникновения блюда связано со знаменитым китайским философом конфуциям считается что конфуции создал 1 дзио дзи в честь богини луны чань и в день зимнего солнцестояния другая легенда приписывает изобретение дзио дзи генералу джу гэ ля ну который как говорят использовал клецки чтобы накормить свои войска во время долгой снежной зимы еще одна легенда гласит что дзао дзы были изобретены наложницами ханского императора ву которые готовили их чтобы также израсходовать остатки еды перед новым годом диссан сян это популярное китайское овощное блюдо которое готовится из трех видов овощей баклажанов картофеля и зеленого перца поэтому его название дословно можно перевести как три сокровища земли в некоторых регионах китая это блюдо известно под другими названиями такими как сан син цай или сан син цин цай овощи обычно обжариваются вместе с чесноком и имбирем и могут быть приправлены соевым соусом уксусом и другими приправами диссан сянь это простое ароматное блюдо которое часто подают в качестве гарнира или как часть более крупного блюда дим сам в китае принято есть легкие блюда на завтрак или в качестве закуски перед обедом часто во время чайной церемонии эти блюда известные под названием дим сам традиционно подаются с чаем пуэр в южном китае такие закуски обычно предлагаются гостям ресторана на тележках также если вы заказываете дим сам в ресторане блюдо как правило будут поданы все сразу чтобы вы могли насладиться ими в течение всего приема пищи в дим сам могут входить рисовые пирожки жареный рис соленья так называемые ногти феникса куриные лапы обжаренные во фритюре с бобовым соусом китайская лапша готовится из пшеницы риса или других злаков лапша является символом долголетия в китайской культуре и и часто подают по особым случаям таким как дни рождения и свадьбы они бывают самых разных форм размеров и текстуры и могут подаваться не только как самостоятельное блюдо но и с супами жареной картошкой и салатами существует несколько видов китайской лапши пшеничная лапша готовится из пшеничной муки и воды и является наиболее распространенным видом лапши в китае она может быть тонкой и мелкой а может быть потолще рисовая лапша готовится из рисовой муки и воды и распространена в южном китае она обычно тонкая и прозрачная и используется в рулетиках с рисовой лапшой фунчоза также известная как стеклянная лапша еще один вариант целлофановая лапша или лапша из бобовых нитей изготавливается из крахмала бобов мунг и при приготовлении становится тонкой и прозрачной ее часто используют в супах жареной картошки и салатах некоторые историки считают что лапша впервые была приготовлена в китае еще при династии хань то время как другие уверены что она была завезена в китай торговцами западных регионов центральной азии съедобные птичьи гнезда представляет собой деликатес приготовленный из слюны стрижей обитающих в юго-восточной азии гнезда делаются из птичьей слюны которая затвердевает и образует чашеобразную структуру которую птица использует чтобы держаться за стены пещер или утесов эти гнезда высоко ценится в китае и других частях азии и считаются роскошным продуктом питания их используют в самых разных блюдах включая суп из птичьих гнезд и другие традиционные китайские блюда говорят что гнезда обладают рядом преимуществ для здоровья включая улучшение пищеварения укрепление иммунной системы и повышение уровня энергии и и бин или лунный пирог лунный пирог это разновидность выпечки которую традиционно едят в китае во время фестиваля середины осени лунные пироги это круглые или прямоугольные пирожные в которых могут быть самые разные ингредиенты паста из семян лотоса паста из красной фасоли орехи и яйца выпечка часто украшается сверху замысловатыми узорами одна из легенд о происхождении лунных пирогов рассказывает историю группы повстанцев которые использовали выпечку для общения и координации восстания против монголов они запекали секретные послания внутри лунных лепешек и раздавали их другими повстанцем которые могли использовать эти послания для планирования своей атаки лупо bank в английском варианте этот торт называют sweet heart cake выпечка готовится из мягкого сладкого теста которая имеет форму сердца и наполняется различными сладкими начинками а сам он является символом любви и привязанности в китайской культуре существует несколько легенд о возникновении данного пирожного но самая распространенная из них прозамужнюю женщину у которой заболел отец семья была бедная использовала большую часть своих денег для оплаты лечения тогда женщина продала себя в рабство чтобы купить больше лекарств ее муж пекарь узнав что сделала жена начал упорно работать в надежде вернуть ее в результате создал лупо bank выпечка впервые возникла в провинции гуандун традиционно пирожные делаются из плоского и слоеного теста наполненного засахаренной зимней дыней змейное вино это алкогольный напиток который готовится путем настаивания целой змеи в рисовом вине или зерновом спирте считается что вино обладает лечебными свойствами и употребляется в качестве тонизирующего средства во многих частях азии включая китай вьетнам и корею змейное вино обычно готовят из ядовитых змей таких как кобра или гадюка и считается что они помогают при различных заболеваниях включая артрит травматизм импотенцию змеиное вино не очень распространенный напиток и обычно его можно найти только в определенных регионах азии друзья если видео вам понравилось жду заслуженный лайк делитесь комментариях какую точку нашей планеты вы бы хотели отправиться пишите что вам интересно узнать факты события достопримечательности это помогает мне планировать поездки снимать ролики на самые интересные темы например недавно по вашим просьбам я выпустил ролик про мега постройки дубая мне также есть второй канал про международное образование где я рассказываю о возможностях учебы и переезда за границу и разные интересные истории о крупных компаниях и известных людях которые меняли мир называется канал смапс education и я рекомендую подписаться на него школьникам студентам родителям если вам интересна тем учебы за границей на канале смапс я рассказываю про то что вам не расскажет преподаватель в школе и университете и эта информация собиралась целой командой экспертов международного образования за годы работы в россии за границей